Санкт-Петербургское государственное художественно-промышленное академии «Мини-Стегмент» Одно из старейших российских высших учебных заведений Для подготовки специалистов в серии изобразительного анастеративно-прокладного искусства и дизайна 12 мая 1896 года в присутствии императора Николая II и Александра Федоровна Состоялось торжественное открытие художественно-промышленного музея «Баронов-Стегмента» Здание музея в Селеном переулке – выдающийся памятник архитектуре Петербурга периода историзма У Бранска и 30-ти вокзалов музея нашли отражение по стихию флористической эпохи и стиле К тому здание академии «Мини-Стегмента» построено в стиле историзма Одного из направлений эклекции, для которого характерно соединение визуальной композиции и черт разных стилей прошлых Архитектор Мисс Макер объединил все итальянское искусство, включая Флоренцию и Венецию в эпохе возрождения в этом фасаде здания Само здание академии «Мини-Стегмента» построено в стиле историзма Одного из направлений эклектики, для которого характерно соединение в единой композиции и черт различных стилей прошлых Мисс Макер объединил все итальянское искусство, включая Флоренцию и Венецию в эпохе возрождения в фасаде здания На треугольном фронтоне, замечающем фасад академии «Мини-Стегмента» изображены аллегории живописи, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства Они благословляют художника, который имеет явное портретное сходство с архитектором здания академии и ее первым директором Мисс Май Завершается фронтон фигуры крылатой славы, ожидающей великих художников, постигнувших тайны этого метастового ремесклана Именно тех, чьи изображения не дошли до наших дней, выложены мозаикой Всего было создано 32 аутентичных зала, каждый из которых представлял определенную эпоху истории развития искусства Антично, средневековье, возрождение, воровье и т.д. Главным доминантом всего музея стал большой выставочный зал, купол которого можно увидеть даже с набережной фонтана Он залит естественным светом и является аллюзией на античные внутренние дворы-колотки В оформлении залов музея принимали участие сами студенты училища, таким образом отрабатывая практические навыки Они быстро снискали призвания как высококлассные профессионалы и успешно работали в крупнейших фирмах и мастерских Вскоре после открытия Академии Мисс Махер взялся за формирование художественной коллекции для цели обучения студентов Также со всех уголков страны начали поступать дары в виде произведений искусства Директор училища решил, что музей – это абсолютно необходимый элемент познания учащимися истории искусства Так началась история создания музея прикладного искусства Официальные даты его основания считают 15 мая 1878 года, когда на одном из заседаний был поднят этот вопрос За парадными дверьми находится роскошный вестибюль, который переходит в аванзал Аванзал мы рассмотрим в самом конце нашей экскурсии А пока будем рассматривать Большой выставочный зал Большой выставочный зал – это историческое название, потому что зал использовался как сегодня, так и в XIX веке для различных временных выставок В XIX веке здесь чаще проходили городские выставки, поскольку это был один из самых больших выставочных залов Петербурга Сегодня часть выставки – это работа студентов и педагогов Зал выполнен в стиле итальянского палацца с характерными двойными аркадами, двойными колоннами Изначально арочные проемы первого этажа были так же открыты, как и на втором этаже, что давало больше воздуха Очень характерны для эпохи итальянского ренессанса сдвоенные арочные окна По аналогии с фасадом здания, Большой зал украшен фризами со скульптурными портретами художников, архитекторов и скульптов На медальонах, идущих вдоль окон первого и второго этажа, изображены профили прославленных мастеров Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлло, Чилини, а также деятели русской культуры Растрелли, Воронихина, Росси, Баженова, Захарова, Сурикова, Репина, Ломоносова и других Про лестницу у студентов существует легенда Ходить можно только по левой стороне, потому что по правой ходит музыка Не дай бог толкнуть ее или наступить на ногу, и тогда рискуешь остаться надолго без вдохновения Обратите внимание на перекрытие зала Для 19 века это была достаточно новая идея использовать остекление, но здесь это было функциональное необходимо Нужно было обеспечивать здание необходимым количеством естественного света По периметру зал окружен эффектной двухъярусной галереей, которая создает наилучшие условия для обзора и экспозиции Эта аркада служит опорой для двойного стеклянного перекрытия Внутренний световой купол ранее состоял из небольших расписных квадратных стекол Выполненных по рисунку Мессмахера на фабрике Цеттлера в Мюнхене в 1892 году Металлическая основа двойного стеклянного перекрытия была выполнена на заводах Сан-Гали В межкупольном пространстве раньше располагалось оранжерелье Серозеленые квадраты на полу также выполнены из стекла Они выполняли функцию осветительных окон для подвальных помещений Но в 1946 году окна были заделаны для безопасности учеников На втором этаже на верхней галерее разместили подаренный Эрмитажем гипсовую копию Большого фриза пергамского алтаря, который сохранился до наших дней Пергамский алтарь – это знаменитое произведение искусства эллинистического периода Основная тема рельефных изображений – это битва богов с гигантами В настоящее время он экспонируется в Берлимском пергамском музее Традиционно считается, что алтарь был посвящен Зевсу По немногочисленным сохранившимся надписям его принадлежность нельзя реконструировать точно Алтарь был обнаружен в XIX веке немецкими специалистами при проведении инженерных работ в Малой Альбе Инженер Карл Хумани побывал в деревне Пергаме зимой в 1864 году И он обнаружил, что в Пергаме еще не проводились полноценные раскопки Хотя находки могли бы представлять чрезвычайную цену Крупные фрагменты фриза алтаря, необычайные художественные ценности и многочисленные скульптуры были обнаружены неожиданно Находки, которые согласно соглашению с Усманской стороной переходили в собственность Германии На отлиных повозках пять часов перевозились к побережью, перегружались на немецкие корабли и отправлялись в Берлин Германия быстро оценила сенсационность и значение находок Хуман стал знаменитостью Немецкие археологи смогли отыскать практически все основные фрагменты алтаря Они вывезли их в Германию для реставрации Восстановленный Пергамский алтарь был выставлен в Берлине После Второй мировой войны алтарь в числе прочих ценностей был вывезен из Берлина советскими войсками С 1945 года он хранился в Эрмитаже, где в 1954 году для него был открыт специальный зал и алтарь стал доступен посетителям В 1958 году алтарь, как и многое другое, жестом доброй воли Крущева был возвращен в Германию При этом была достигнута договоренность, что гипсовая копия алтаря будет изготовлена специально для СССР В 2002 году данные слепки были переданы из запасников Эрмитажа в подарок Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии в честь ее 125-летия Специалисты именно этого института в свое время создали следы Копия алтаря находится на галерее главного зала Музея Барона Штилля Новшество создателей пергамского алтаря состояло в том, что алтарь был превращен в самостоятельное архитектурное сооружение Он был воздвигнут на особой террасе южного склона горы, ниже святилища Афины Алтарь представлял собой поднятый на пятиступенчатом фундаменте высокий цоколь С одной стороны цоколь прорезала широкая открытая лестница из мрамора шириной 20 метров, идущая к верхней площадке алтаря Верхний ярус был окружен ионическим портиком Внутри колоннады находился алтарный дворик, где размещался собственный жертвенник высотой около 4 метров Площадка второго яруса была ограничена с трех сторон глухими стенами Крышу сооружения увенчивали статуи, и целиком строение достигало высоты 9 метров По периметру цоколя непрерывной лентой тянулся знаменитый большой фриз высотой 2,5 метра и длиной практически 120 метров Покрывая всю высокую гладкую стену цоколя и боковые стены лестницы Верхний край фриза завершал зубчатый карниз На внутренних стенах алтарного дворика находился второй фриз пергамского алтаря Малый, посвященный истории телепа, высотой всего лишь около 1 метра От самого сооружения в пергаме уцелели лишь фундаменты частично стены цоколя Археологами были найдены многочисленные части декора Базы, стволы, капители колонн, плиты карнизов и перекрытий, надписи и статуи Главное рельефное изображение обоих плит, а это 117 плит После доставки находок в Германию в 1880-х годах в Берлинском музее В течение ряда лет проводилась кропотливая работа по реставрации нескольких тысяч обломков По определению принадлежности плит с фигурами той или иной стороне алтаря По установлению порядка следований и изображений То есть расположение богов на фризе должно было подчиняться определенному генеалогическому принципу В настоящий момент фрагменты горельефов закреплены металлическими штырями На основании в порядке с приблизительно восстановленным ученым А теперь мы с вами идем дальше уже в Рафаэлевскую галерею Поскольку декор повторяет декор знаменитых лоджий Оформленных Рафаэлем для дворца Папы Римского в Ватикане У галереи появилось второе название – папская Лестница в неоготическом стиле была сделана позднее Именно поэтому она не особо вписывается в обществе зала Декор этой галереи опять-таки навеян мотивами итальянского ренессанса Живописное убранство галереи повторяло лоджии, оформленные для Ватиканского дворца Рафаэлем По заказу Папы Льва X в начале XVI века Создание лоджии Рафаэля завершило становление нового вида декора Орнаментов под названием гротеск, то есть причудливых По поручению миссмахера копирование лоджии Рафаэля для музея училища Стиглица Выполняли художники Блинов и Шелтыков В просписях мы видим самые разнообразные мотивы Растительные заветки, цветы, архитектурные композиции Фантастические существа, такие как сфинксы, амуры, полулюди, полуживотные Фигуры античных богов и героев На сводах галереи в золоченых и орнаментах рамах помещены небольшие картины библейского содержания Такое сочетание христианского языческого видения мира было характерно для эпохи В этих украшенной гротескными орнаментами галереях экспонировалась итальянская мебель и ткани 16-17 веков А также пламанские и французские шпалеры Они находятся сейчас в Эрмитаже Большинство залов мы видим уже после реставрации 60-70-х годов Потому что борьба с излишеством не остановилась только на смене приза большого выставочного зала В целом в этот период борются и с историзмом, потому что считается, что он перегружен сталими, пёстрыми, лятостыми И чтобы этой пестротой не портить эстетический вкус советских людей, начинают залы обезличивать Привести всё к единообразию, чтобы можно было экспонировать всё, что угодно, не исходя из стиля самого зала Но нам повезло Реставраторы постарались Они сохранили исторические росписи, используя самую щадящую краску и звёздку, которую достаточно легко можно снять Они наносили её в два слоя, по сути, сделав таким образом консервацию В ближайший слой к нам они добавили воск, чтобы влага и кислород к росписям не проникали Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в целом, в третий рамках можно видеть работы учащихся Центрального ученичного технического рисования одного из основных классов, это класс композиции. Естественно, на первых планах вытачивается технический рисунок именно на образках, которые находятся в музее. Это съемка с натуры, это рисование, тушь или перелом. Это акварельный класс, опять же, чтобы в различных техниках можно было передать подлинное материал, предмет и так далее. Уже в старших классах они, конечно, должны были создавать собственные проекты, чтобы научиться создавать, что воспроизводить, нужно оттуда иметь, взять оттуда варь. Опять же, присмотритесь на некоторых работах, вы даже оцениваете работу. Максимальный опыт – 12 баллов, ну, здесь таково, что вы увидите, это не самая лучшая работа, которая здесь представлена, таково говорят, но здесь вы видите 10 баллов – это вообще минимальная отцена для того, чтобы ученик вы передали следующего. То есть, что меньше 10, соответственно, считалось менее, как и возительно. Можно было остаться, что еще надо было получиться, но не более двух лет в одном классе. Если нужных результатов не того ученик, то его отчисляем. Даже если вам плачь хотелось в следующий год, было не смысл, потому что уже смысла нет, лучше это место занять. А сейчас мы заходим в зал Медичи. Данный зал получил название из-за росписи плафона. В медальонах изображены профильные портреты представителей династии Медичи, а также лозу Леонардо Лориани и скульптора Федерико Урбини. Портреты создавали талантливые мастера Михаил Салтыков и Иван Шалашенко. Над большим сундуком висит зеркало в резной раме с изображением пути и драпировки. Копия XIX века работы медицианского мастера. Рисчика по дереву эпохи барокко. Всегда привожу к примеру, чтобы вы немножко масштаб понимали, как я в этом зал доверялся, как правило, к трем ученикам. И одновременно такое же количество работал над другим залом. Но всю керамику, которую в целом вы увидите у нас в музее, как в интерьере, так и в интерьере, выполнял один и тот же ученик, звали его Эмилия Крери. Достаточно известный керамин не только у нас в Санкт-Петербурге, в целом в России. Из таких самых крупных работ, которые сохранились, это майорик Волбранска Массандровского дворца. Правда, все понятно. Архитектор тоже Максимилия Набурыча из Майки. Но обыкому краски резиденции украшать тоже мне дозволят. Букет рядом с Мазайкой – это очень красивая прегенция, то есть обыкновенная с бортами или другими ящиками, покрытой резьбой или ручкой. На букете изображение сцены вверх в локаре, а где делается? Это преграды, что это делано в технике, в шмитахе, это есть деревянная инфекция. Предположительно был изготовлен в тюрьме в 1600-е годы. На верху стоит кружка, украшенная манерами, и это копия 19-го века, смертного оригинала 17-го века. На стене наш картонный вид «Майликовая кронда» – это такой круглый брелевер, композиция поклонениям родинку. И субботу на его Флоренции в 15-м, и сельскохозяйственной церкви Джавани Джейла Рыжи. Субботу на 100-й класса «Резбут по дереву», собственно, такой яркий элемент, почему и музей, собственно, открывался. Сделан из оригинала 16-го века, который ранее в коллекции находился. Собственно, старший класс, вот такие копии для прогулей ребята делали. Но в данном случае это работа больнослушателя. Как правило, больнослушатели уже где-то работали, они приходили сюда повысить квалификацию. Естественно, в то время, которое они могли пойти по чуть-чуть, понемножку работы, никаких требований особо не было, в отличие от основных учеников, у которых была жесткая дисциплина, им опаздывать нельзя было, а по низкой приходить переделать надо, тоже нельзя было, поэтому нужно было все отливать сундук, чтобы медленное время выполнить. Вот это все будет функция. Сам сундук – это сваренный сундук, она считается по сундук. Основная функция – это перевести преданные, но отлады мужа, потому что будет разговариваться, но не было по всем лицам дорого типа, опасности или соседей, в социальных сети не было, потому что мы все не представляем, что есть сослуги на сайте. В принципе, особо требования не было, кто попридал, но он стоит весь мужа, но если у жениха были лишние деньги, то ему побольше сундуков заказать, все равно никто не заглядок, а то и вовсе. На самом деле, такие сундуки могли заказывать и отец семейства, но чаще это происходило, когда в семье было большое горе, уже, главное, старелая дочка, которой никто не хотел брать жены лет 18, я практически считала старой девой, поэтому нужно было ее рекламировать. Поэтому по улицам городка также проходили процессии с приданой, но уже в открытом виде, чтобы можно было качественное количество оценить. И тут уже желающих могло быть в городе достаточно большого полейства, и тут уже можно было выбрать подходящего для себя. это не очень важно, естественно, это поменял преданы, как мы дальше проговорили, сколько денег дается в содержании, какие борцы и так далее. Но не всегда уже во дворец могли идти, в том числе составить преданы, если бы не очень прицепляли жене, который не перешил блокадную вещичку дома, и немножечко ее, соответственно, обмануты, должны быть и полупетели, соответственно. И здесь еще обратите внимание на буфет второй половине 19 века. Это уже пример школы резьбы про дерево баба. Если здесь тут у вас резьбы, то здесь непосредственно на резьбе и специализировались. Этот буфет, по сути, сделан как рекламная визитка данной школы для промышленной выставки, чтобы показать те навыки, которые школа в целом дает. От мелкой резьбы до создания непосредственно самой мебели. Смотрите, здесь очень много круглой скульптуры, что крайне редко, в принципе, в мебели встречается, потому что это не очень функционально. Потому что крепится только в нижней части, естественно, при эксплуатировании начнет расшатываться. Максимум скульптуры круглые находятся где-то в верхней части. Все это выполнено из кустарника. Самшит – это одна из самых твердых пород дерева, достаточно тяжелой в обработке. Я думаю, не случайно здесь используют данный материал, чтобы показать, что и со сложными материалами тоже научат виртуозно работать. Ну и опять, чтобы понять, где что открывается, смотрите, ищите в первую очередь замочную скважину. Естественно, если они есть, то часть открывается. Ну, в данном случае, немножечко, посмотрите, вы выбирали, здесь в виде открытого окраинфического вещества. Ну, тут рядом еще накладочка была, которая немножко спряталась в глаз. Естественно, колонна чаще всего ручками не использует. Ну, он не очень вместительный. Давайте так, чтобы это открою. Смотрите, здесь булочки не очень большие, потому что не было необходимости функционировали. Это примерно равно толщине, да? Угу. Кстати, еще обратите внимание, даже внутренние части, которые никто не видит, старались сделать максимально красивыми, эстетичными. Чтобы хозяин даже, когда открывал сам шкаф, он получил эстетическое удовольствие даже мелочей. Это, например, для берега. Ну, а в зверхе начинают закрывать и начинают шкафать. То есть, это было надолго, то есть, постоянно пользуются. Плюс здесь еще обратите внимание, в ущерб, опять же, функциональности, отместили работу ученика уже по рельефу показать. И по рельефу делать, да? Скульптура. Там, вы скажете, можно использовать в качестве ручки тело Сизипка, но, опять же, оно очень ровно, да? Потому что это все, как я говорила, старый самшит, он небольшой по размеру, поэтому все делается с остановочки. И вот видите, не зачем это, так что большая цель. Если вы продолжаете дергать, то рано или поздно сидит в руках, так и останется. Опять же, вставлять заморочную скважину не очень удобно, а она расшатается заморку, соответственно. Поэтому это такой декоративный элемент. Чтобы показать и навыки все. Вот, соответственно, я думаю, после такой вот выставки желающих поучиться в школе было предостаточно, собственно, как и заказчик. Потому что любая, конечно, промышленная школа, помимо того, что воспитывала эти кадры, естественно, принимала частные заказы, ну, государственные заказы на выполнение каких-либо предметов, соответственно. А теперь мы переходим в итальянский зал. В нем размещена коллекция печей XVIII века, каждая из которых является произведением. В зале печей было представлено уникальное собрание русских израстовых печей XVII-XIX веков. Мы так наслаждаемся красотой, теплом и так далее. Здесь, наверное, еще хочу обратить внимание, здесь в отличие XVII веков, которые очень популярны были. У меня это отлично изображение изображений изображенных сюжетов и изображений поясняющих, что здесь изображено. Это в 1970-е годы. Я надеюсь, что мы начинаем с инстаграмом 18 века, потому что мне, что, во-первых, посмотреть, вот такая инстаграмная сетка, тут та же сторис есть. Видите, птичка выдержана в единстве. Да. Ну, да, кстати, очень грамотный, соответственно, инстаграм. Ну, и в целом, все, что мы пустим сегодня, вы также здесь можете увидеть. Ну, начиная с самого, часто включая вот это, еда. Естественно, у нас есть девушка с полным водолом, и будет и мне просить есть. Мой любимый золотист – это вот такой вот ссадник на и, может сказать, человек пахнет по приобретению нового автомобиля с сэштегом въезжанного. Не обратите внимание, свое. Не такси, да, не рикошеринг. Нужно показать, что это я за работу, но ее личное. Ну, вот согласитесь, вот такие барышницы в инстаграме, тысячи стейки. Молодая, полноценная барышня с сэштегом «Кто меня завлечет?». Ну, а тут уже и женщина хэтоша придает, если, при напряжении смотрят, явно не довольна тем, что он видел, да. Там уже целый пост написал, как происходит жизнь молодежи даже молодежи в ожидании смерти. Красота все равно померкнет, нечем пахнуться. Ну, помимо молодых барышней, которые любят к себе привлекать внимание, у нас сейчас и молодых людей, да, достаточно такие. Собственно, это не новая идея 18-го века. Тут уже молодой человек и та же самая надпись, «Кто меня увлечет?». Ну, и много. Или тема лотерства. Тоже любит поделиться, как прошел наш день. Кто-то вот на дачу такая горячая доставить с инструментами, да, вдруг, а кто-то вот все-таки стремит к заморским странам, или в Венам. Это очень современный дом. Тут есть истраны, которые не всегда подряд будут заморским странам. Можно тут рассматривать. Первоначально 15 ярких печей размещались в большом выставочном зале, а затем перебазировались сюда, в большой прямоугольный зал с выходом во двор. Перед нами единственный зал музея, где экспозиция никогда не менялась. Это своеобразное собрание начало складываться в 1887 году, когда в музей поступила первая печь, приобретенная Купчихи Приделовой в Нижнем Новгороде. Сложные, монументальные, расчлененные на ярусе печи 1770-х годов поступили в 1912 году из старинного русского города Тарапцан. В 1960-х годах научным сотрудникам музея Кузенко была произведена систематизация уникальной коллекции русских израстовых печей. В 16-17 веках израстовые печи стали появляться в храмах, трапезных, парадных, няшеских и боярских хоромах, а в 18 столетии и в обычных жилых повещениях. В то время израстовые орнаменты печи стали неотъемлемой чертой зажиточного русского дома. Они грели, кормили, украшали жилище и вносили в него уют. Неудивительно, что о красоте печей заботились не меньше, чем о красоте одежды и утра. Например, можно рассмотреть печь с полихромной орнаментной росписью эмалями, работой Афанасия Трубицина. Печь привезена из города Тарапца, Псковской губернии. В данном случае сюжет израстов не сопровождается пояснительными надписями. Печь несколькими поясами охватывает стенки из городской и сельской жизни, бытового, мироучительного, любовного и шуточного характера. На одном из израстов изображен монах с четками в руке, сидящий за столом, а на столе лежит раскрытый свиток с надписью «1770 году. Майя работа Трубицина». Благодаря этой надписи нам и известно имя мастера. Это исключительная редкость по тем временам, когда керамика в основном оставалась анонимной. В центре зала в витринах выставлена коллекция русского фарфора. Все эти произведения были созданы на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге во второй половине 18 века. На северной стене представлены образцы мазаисимых панно. В окнах зала печей украшает дипломная работа ученицы училища Скоробогатовой. Мы находимся в византийской комнате. Здесь представлен кабинет в церковном стиле. То есть мебель, которая находится здесь, она не массового производства. В данном случае уже 19 век и выполнен кабинет уже для церковного дохода, он не для жилого, соответственно. По внешнему виду можно доказаться, он напоминает теоретический собор. Украшен в данном случае маркетер. Здесь настоящий шпон различных пород дерева. Вот то, что имитировали ученики в технике выжигания на двери. Вот здесь, например, если поближе подойдете, посмотрите, в частности, на колонне, видите, как для оцентального ощущения объема используют разные породы шпона дерева, чуть-чуть изменяющиеся по цвету, как раз именно такой светотеневой переход создавая. Сам шпон, он не очень большой размер, где-то 0,2 мм. Здесь фрагменты отсутствуют, поэтому наглядно можно наклеивать именно на лобную поверхность. Если вы тот же самый шпон будете использовать, но вы будете вставлять вот в такой вот паз, это уже появится новая техника, будет называться интарсия. В данном случае это инфрустация с полного костя. Тут еще от материала зависело. Вроде все одинаково, но есть свои тоже, так скажем, рака, своя разница. Ну, плюс еще, конечно, после полного костя вы можете видеть, что была нанесена гравировка, опять же, для создания объема. В соответствии с рисунком про гравировку. Те же лапки, которые появляются, втираются чернила. Получается такая вот гравюра по костям. Проблемы, конечно, еще больше. Обязательно, в качестве сабот, с отличными элементами, если тем более. Но вот нижнюю часть в основном использовали для хранения одежды, поэтому она, как правило, сохранялась хуже, потому что чем чаще пользовались, тем, соответственно, сохранилась хуже. В верхней части в основном хранили какие-то великые, самые ценные предметы, поэтому не так часто пользовались каким-то крупным праздником. В принципе, могли иногда даже и не доставать эти предметы. Это, в первую очередь, полочки для хранения, ящички для хранения мелких предметов. Внутри, несмотря на то, что это не заставлено предметами, все равно в технике марки 3 все это декорируется и имитирует интерьер идентического собора. Ну и в данном случае кирпичная кладка, помпет, вот там даже дистанционированные пропалки есть. На самом деле, за счет того, что здесь еще и эготические розы вырезаны, когда попадает будет свет, само пространство начинает преображаться. Ну, в идеале, конечно, разноцветным свечением, но здесь, соответственно, тима куклы преображаются. А как вы думаете, сколько по времени такой шкафчик нет? Долго. Долго, сколько? Ну, примерно? Ну, год-то вы, год-два. Года-два, пять месяцев. Сколько есть 3D-принтер. Ну, несколько лет. Ну, некие. В деле, все зависело от того, сколько мастеров работало над данным предметом. Конечно, сложно сказать точное количество, потому что у нас, естественно, нет данных. Вот если, например, хотя бы посмотреть слоновой кости, как бы ни старались художники сделать одинаково, у каждого своя манера исполнения, свой стиль есть. Поэтому, ну, вот мы начинали, здесь где-то около 15 мастеров работало. Потом это собиралось все? Ну, да. Они сначала пробируют, потом уже собирают. Естественно, каждая часть может собираться пооделиться. Поэтому, чем больше мастеров работает, тем быстрее это делается. Вот. То есть, ну, здесь где-то в районе 3-5 лет такой шкафчик выполнялся. Потому что, ну, опять же, если меньше мастеров, то и 10 лет можно и полжитнее было ждать на своем мире. Поэтому она частенько была переносной. Дворца на дворец переносили. Потому что, ну, опять же, от времени еще очень многое зависело. Например, вот в 16 веке придумали машины, благодаря которым уже пилили дерево, они руками, вручную стамеску, да, делали. Поэтому быстрее работа стала выполняться. Естественно, стали, во-первых, чаще использовать технику, поэтому получали более широкое распространение в этот период. Ну, во-вторых, работа делается быстрее. В 15 веке, там, допустим, нужно еще было учитывать время пока бы сам материал. Поставка материалов, да, та же самая слоновая кость, нужно было привозить кораблями. Тоже долго нужно было ждать. Ну, в 19 веке уже поставка была более налажена, поэтому, соответственно, быстрее было свободно. Так что очень-очень много факторов, от которых зависит исполненный труд. Ну, как минимум, еще и материально, да, финансово. Сколько заплатит хозяин, если больше мастерская никакими заказами не будет заниматься, будет все время тратить на выполнение одного шкафчика. То есть, да, естественно, все. Так и сколько вот они получали? 15 мастеров. Три года делают, например. Я не могу сказать, сколько их труд оплачивался. У меня, к сожалению, нет. Естественно... Просто он три года как минимум жить должен на эти деньги. Плюс еще прибыль какая-то. Ну, естественно, оплата уносилась постепенно, естественно. В зависимости от показания там сделаны, идет оплата, соответственно. Угу. Дома. Веселье Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мессмахер стремился создать впечатление цесноватых, уютных русских жилых интерьеров, поэтому перекрыл зал низким сомкнутым сводом с распалубками, а пол теремка приподнял, так что попасть туда можно только по короткому десятку. Красочная роспись, покрывающая пилоны, арки и своды зала, создает праздничные сказочные ощущения. Нижние части стен теремка и обрамления оконных проемов набраны из цветных израстов, выполненных преподавателями Майолики, керамистом Кремера и его учениками. Майолика, по счастью, пережила перипетия истории и по-прежнему сверкает яркими, блестящими кратками. На подиуме в сердце теремка находятся образцы старинной русской мебели, стол в древнерусском стиле, выполненный по эскизам поленов, два монастырских кресла конца XIX века, а также короб для бумаги. Это XVII век из Архангельской губернии и светит подставка для горящей лучины, тоже из XVII века. Тут же вдоль стен стоят традиционные лавки-скамьи. На Руси было обычаем и в Боярской думе, и в семье сидеть на лавках, близко друг к другу, локтем чувствуя соседа. Мы делали внимание на коллекцию кукол, которые праздничные, так как повседневные костюмы, отличные в коллекции России. Куклы выполнялись для первой пятирукты мышечной выставки, это 1898 год. Выполнялись они на известной польской мануфактуре Адама Шрайера. Давайте попробую Софит направить немножко на гитрину, чтобы получше было. Как правило, это большая редкость, обычно либо открытый у меня рот, где он мог, либо основные губы. Есть еще одна губа, это мастерство, сейчас, к сожалению, неизложно ее назвали, потому что губы. Что вы отличаете? У Шрайера в сентябре у тебя будет 4 дуба, у Г будет 6. Это уже не большое различие, но сейчас совершенно не будет, ну, называется. И на волосы, пожалуйста, внимание, во-первых, обновленные костюмы для настоящей и красной волосы для настоящей. Я думаю, что мы сейчас по кругу ослуживаемся именно настоящей волосы. Более того, они еще и соответствуют тем губерам, которые я просто куклой, и делали специально для того, чтобы созданы максимально акцент внешней губы. Представите, а то ли мы губерны. Ну, на этом, наверное, какая-то губернация заканчивается. Все, что спрятано под одеждой, никто не видит, пока вы не охотно расточите. Они используют подешевле. Материалы, при этом более надежные. Саму руку, это у нас стаканная работа, в руку, она не сделает. А в руке, ну, мы, ребята, все эти длины, светлые, на любом этом уровне. Это вообще не совсем костюм. Здесь, на динаме, они как раз и любят. Вначале, наша Ассурия, это фоскоп Тольщина, который она не знает. Это фоскоп Тольщина. Кино у вас тут снимают? Кино у нас много снимаем. Да, киношнику любят наши. Да, не хочу у нас как раз. Я думаю, в Москву снимаем, в Москве-то нет Москвы. Ну, из последнего, потому что вы нас снимали, кстати, из того, что вышло, это вот Фитин, да, Фитин, да, Фитин, да. Я тоже воспринимаю такое. В целом, если вы говорите про весь музей, говорите, все, что мы здесь знаем, что там очень много музея. Моё промо, тут сам в Иргамске, а там, по-моему, 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 вы можете вспомнить, кто смотрел. В заключении осмотра в залах первого этажа прогуляемся по еще одной галерее с расцветными потолками. Это Мало-Итальянская галерея. Здесь демонстрируются многочисленные образцы старинной мебели, а также художественного металла. Очень интересной показалась экспозиция художественной бытовой металл России 17-19 веков. В частности, здесь есть витрина, содержит иконки, складни, крестцы, цепи, футляры для пера, а также чернили. Другая витрина поражает многообразием старинных ключей. Экспозиция называется «Слесарное ремесло Западной Европы и России 15-19 веков». Тут стоит сказать, что здешнее собрание художественного металла сложилось в основном из предметов, возвращенных в музей Эрмитажа в конце 1940-х годов и из экспонатов музея Трогановского училища в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И теперь мы буквально минуточку пробежимся по аванзалу. Оформление аванзала выполнено в стиле итальянского возрождения, который был так любим архитектором и смайфером. Своды покрыты яркими декоративными росписями, напоминающими убранство плафона виллы Мадамо, построены в Риме по проекту Рафаэля в конце XVI века и оформлены его учениками. Нарядные своды зала опираются на два ряда спаренных колонн из натурального мрамора, которые делят пространство зала на три метра. На верхней площадке аванзала можно увидеть выполненные в XIX веке мраморные копии по отечным оригиналам, в том числе декоративную мраморную вазу и статую вакханалка, созданную в Риме в 1862 году. По центру располагается портал, ведущий в большой выставочный зал, в котором мы с вами уже живем, и проход в него закрыт. Продолжение следует...